Я в Японии был много раз. Супер страна! Отношение к детям и к старикам такое, которое бы просто не снилось. Когда японцы говорят, падает нравственность, но тогда нас уже просто нет ни нравственности, давнее чего. На самом деле, для меня была загадка. Вы знаете, что в Японии нет слова нет? Вот в Японии нет слова нет. То есть ты человеку скажешь, а тебе нравится вот эта передача? А тебе нравится плазмин? А тебе нравится плазмин? Теперь представьте, почему я ругался? Сережа Алдюховым, замечательным, супер вообще предпринимателем. Мы японца спрашивали, понравится им одна наша идея или нет. Вот сидит японец настоящий. Сережа у него, тебе нравится? Да. А вот так вот интерфейс там все. Да, часа два. Я показываю Серегу, говорю, все, хорош. Я разозлился, думаю, что ты за дебил такой? Скажи, что не нравится. Как же мы поймем, как вам надо? И вот, вы знаете, а вдруг выяснилось, что мы дебилы, мы дураки. Почему? Поясню. Культура японская настолько фантастическая, замкнутое пространство, у них рабства, кстати, не было, вы знаете, да? У японцев не было рабства. Это одна из немногих стран. И вот замкнутое пространство, вот эта философия мудрость, приучила их к тому, что они, когда собираются за столом, мы что делаем? Показать свое я. И вот начинается членомерство. Вот я там-то был. Ой, а я-то, да, это ерунда. А я вот то-то сделал. И мы за столом, ну, в общении, на священнике, где-то показать себя хотим. У японцев главное доминант. Не испортить настроение никому, ребят. Вот вдумайтесь на секундочку, мысленно. Переместитесь в общество, где люди заботятся о твоем настроении, где люди не хотят тебе испортить его и не могут, потому что так воспитан. И когда ты только в Нарита прилетаешь в аэропорт, хотя он международный, выдыхаешь, ты понимаешь, попал в супер страну. А, кстати, ребят, вот очень мощное наблюдение. Игучи уже вспомнил, который у нас на семинаре выступал час. Он у нас в офисе был три часа, выступал, ну, вот в узком кругу руководителей. Один из руководителей наших спрашивает его. Миша Летягин говорит, господин Игучи, а вы бывали в Москве? Ну, знаете, вроде Москва, небоскребы, так все. Он спокойно говорит, бывал. А ему же 74 года, мудрейший человек. А он говорит, а когда бывали? Он говорит, 18 лет назад. Да, ну, представляете, разруха, ларьки, шок у всех, перестройка. А, говорит, что-нибудь изменилось? Вот, ну, знаете, ждали. О, такая Москва отстроилась. Говорит, вы знаете, ничего не изменилось. Как ничего не изменилось? Говорит, как тогда люди хмурые ходили злые, так и сейчас. Вот это взгляд мудреца. Негативная ментальность. Она просто душит.